всем привет с вами диктофон и сегодня поиграем в игру под названием блонд тд6 и как вы могли заметить в этот раз мы боремся с личом маги лордом элитная версия в этот раз уже элитная и может быть вы тоже еще заметили о том что мой голос это не голос который записывал этот эту битву то есть я это уже делаю за кадром потому что на этом не ушло очень много попыток и я надеюсь что сейчас все будет нормально я нормально озвучу свои действия потому что чтобы пройти элитного босса мне пришлось потратить на самом деле много усилий но я рад что все на самом деле получилось так тут я уже поставил бенджамина сразу же начал копить на банановую ферму потому что это очень важно на самом деле на элитном боссе надо как можно больше денег получить это прям невероятно важно и я действительно очень много делал сегодня попыток этой битвы почему-то я я был очень уверен в себе в самом начале о том что вау да эта карта она на самом деле длинная ты очень часто очень шары и босс пролетает очень часто над радиусами обезьян то есть можно посередину поставить обезьяну и она почти всегда будет бить босса и поэтому я прям на на изи все выиграю все будет здорово не тут то было на самом деле вообще не тут то было и до этого я же проходил лича могилорода элитного всего один раз и тогда еще был баг с тем что можно было перезайти и дальше раунды не длились а босс сам один шел и как бы из-за этого было поудобнее с ним сражаться но все равно для меня удивительно как я тогда победил если сравнивать например того лича и этого мне кажется все равно этот будет посложнее потому что там была третья степень у босса и я победил используя друида обезьяну аса и мэда дротикометчика вот здесь уже эта тактика не работала то есть этих же обезьян я оставил и уничтожить я не успевал то есть попросту было очень тяжело всех пробить здесь я поставил уже обезьянь его фермера начни вот ставлю в этот раз я решил слева снизу ставить до этого ставил справа сверху потому что у меня немного так тактика изменилась ну в целом мне кажется так как я поставил вот сейчас на элитном бойся так даже лучше потому что на самом деле ты так можешь много разместить ферм вот это всего единственное что для этого надо немного опыта в первые разы когда я так устанавливал банановые фермы у меня конечно толком ничего не получалось потому что где-то там сместился на миллиметр что мне не позволяет поставить другую банановую ферму где-то там еще что-то и из-за этого действительно было много трудностей и тут из-за того что у меня было очень много попыток я наверное их сделал штук десять минимум и из-за этого вот реально немного так натаскал навыки тут я уже поставил обезьяну инженера его ну я поставил как мне кажется что он нужен что действительно лучше его ставить потому что он будет очень сильно помогать уже одна обезьяна с дротиками тут не справляется поэтому ее поставили пока мы их не прокачиваем просто дальше копим на банановые фермы ставим их и вот прокачиваем как вы видите вот сейчас я увеличил радиус инженеру потому что как бы уже пора было все-таки возникают какие-то трудности уже становится тяжело так продолжаем ставить ферму также кстати пока тут не происходит ничего толком интересного я вам расскажу о том что у меня есть свой дискорд сервер если вы хотите поиграть в блум стады хотите общаться или найти друзей то он мы вас ждем мы действительно вас ждем на своем сервере ссылка на который будет в описании под видео я как раз таки создавал его для того чтобы мои зрители могли туда заходить общаться и играть друг с другом потому что мне на протяжении всего времени пока снимал видео ну время от времени писали люди о том что они хотят поиграть но они меня звали а у меня толком и времени не было и неудобно через комментарии на ютюбе делать то есть он мне напишет зритель а я не увижу это сообщение я буду занят а потом я приду домой отвечу а там уже у зрителя будет проблемы но точнее дела какие-то а в дискорде уже не только я один нас уже 40 участников 40 участников это очень здорово и люди часто играют друг с другом поэтому это классно заходите мы вам будем очень рады на самом деле люди там очень классные общаются помогают друг другу очень часто на самом деле подсказывают это здорово мне очень приятно от того что там собралась такая аудитория это вот это классно так тут уже у нас двадцать седьмой раунд я тут уже на самом деле немало банановых ферм поставил но нам еще минимум одну надо будет сделать это да мы сможем как-нибудь останавливается так тут вот уже немного было проблемой я забыл о том что линзовые шары сейчас пошли но благо были деньги что я не успел поставить банановую ферму кстати представляете реально то что затупил не смог поставить банановую ферму это меня спасло так все прокачали и теперь будем много ну как копить и будем ставить и рынке рынке чтобы к 40 раунду мы их уже продали и смогли пройти первый класс это как знаете инвестиции инвестиция в рынок которая даст еще денег и в итоге мы как бы в плюсе окажемся после продажи полезно полезно еще при этом я бы хотел попросить что если вы не подписан на мой канал если вы смотрите мои видео и хотите чтобы я чаще выпускал их или делал что-нибудь интересное то пожалуйста подпишитесь на мой канал потому что всего 30 процентов от всех моих зрителей у видео подписан на мой канал то есть 70 процентов всех зрителей не подписываются я конечно не обижаюсь по этому поводу не расстраиваюсь это просто как как факт того что по статистике многие люди смотрят мои видео по несколько раз то есть несколько видео но при этом не подписаны поэтому вот уже грядет босс и на самом деле я после битв с боссами понял что у меня тактика заметно меняется так как когда я бился впервые с боссами но я вообще победить не мог но имею ввиду на видео если вы можете отследить как у меня все менялось так это то что я старался к 40 раунду уже всех поставить всех вот прокачать что максимально сильное было а сейчас я понял что до 40 раунда мы просто копим просто действительно купим потом достаточно выйти в главное меню перезайти будет пауза мы купим всех кого нам надо и тогда будем спокойно уже сражаться с первым классом как бы нет таких сложностей по этому поводу и вот сейчас как раз таки это и продемонстрирую выходим домой в главное меню опять вот начинаем битву продолжить жмем и у нас игра окажется на паузе что нам позволит немного обдумать наше решение что-нибудь продать что-нибудь поставить но здесь мы основном будем ставить вот видите рынки мы продаем это нам позволяет прокачать шпилькомет полностью до зоны шпилек а зона шпилек действительно вам советую она очень хорошо дамажит особенно против пиар первого класса также добавил бомбометатель и обезьяну ниндзя на обезьяну ниндзя нам не хватило прокачки точнее не хватило денег чтобы прокачать но мы сейчас накопим и прокачаем это в основном для того чтобы пробивать уже дирижабли которые выпускают этот вич могилород они еще обтянуты какими-то лианами зачастую укреплены это довольно таки у них много хп и 1 как один шпилькомет явно с ними не справиться то есть иногда даже зоны шпилек вместе с убийцей моап не справляются поэтому я вам советую реально ставить и шпилькомет и бомбометателя и ниндзя и тогда реально можно будет все пройти в этом плане я тут на в этом моменте уже понял что как бы я справляюсь поэтому начал прокачивать фирмы так как деньги надо зарабатывать все время сопротивную когда ты борешься с боссом потому что понимаешь что следующий класс у него будет как бы еще в разы больше и так будет по нарастающей тем что очень даже тяжело как по мне но со временем привыкаешь на самом деле к этому поэтому если вы еще не сражались с боссами как-то вот боитесь я вам хотел посоветовать реально попробовать попробовать пройти а может быть посмотреть какие-то гайды и тогда это вам поможет вот тут я кстати прошел босса у нас закончился раунд я перезахожу чтобы у нас опять была пауза чтобы мы могли продать на шпилькомет вот оставить все остальное и деньги вы отдать на прокачку наших банановых ферм чтобы они нам больше приносили так как тем чем больше денег тем лучше для нас тут же я еще поставил обезьяне деревню для того чтобы вот все наши вот постройки видели камуфляж пока что нам немного денег не хватает ну да ладно просто как раз сейчас пойдут камуфлированные такие раунды и это было бы нам тяжело так справиться особенно это фиолетовые шары а магии не справляются фиолетовыми шарами к сожалению там вроде у них иммунитет к огню и к магии а как раз таки мой маг он мало того что магией бьют так он еще и огнем стреляет то есть он прям комбас ловил и он ничего не может делать но мы смогли все-таки справиться с этим раундом и теперь спокойно ставим наши рынки и поэтому вот я вам действительно советую сражаться с боссами смотреть тактики но тактики это знаете это кому как если честно мне тактики эти толком никак не помогают то есть мне надо видимо сражаться сражаться пока мои мозги не допрут до чего-то стоящего но иногда мне пишут люди в комментариях что типа спасибо ты мне помог на эту кумалу ну пожалуйста но это удивительно как я могу помочь я сам никогда не понимаю что я делаю ну и толком и каиды не понимаю как меня кто-то понять может но это здорово так я пока что объем с дрочками не продаю она все равно хоть какой-то урон наносит но если продать она всего 0 монет даст до после 7 раундов поэтому сейчас я уже начинаю копить копить деньги мы на воплощение ярости будем это друид то что как раз таки нам сейчас надо так чтобы 60 раунду мы его поставили и это нам позволит уже победить второй класс лича и все у нас будет хорошо так же я вот говорю я пока пытался пройти этого босса у меня никак не получалось я уже сам открыл youtube открыл зарубежный канал он проходит раз в неделю боссов и обычного и элитного и прикол в том что он их проходит вообще без обезьянных знаний я думаю что он вообще настоящий герой но это здорово это надо же быть таким гением уже игры потому что он не делает ни одной ошибки он просто все вымеряет так и и добивается невероятных результатов очень спокойно мне это прям очень удивляет и я подумал вот у него нет обезьянных знаний у меня есть обезьянные знания то есть я как бы вообще в плюсе еду то есть мне еще легче должно быть а по факту это не так так все у нас лично начинается выходим главное меню опять и как бы я сравниваю себя например на 60 раунде и его на 60 раунде и я не понимаю он в разы лучше так сейчас вот мы этих обезьян продаем они нам пока что тут не очень нужны точнее как они нам мешаются потом их конечно же обратно поставим чтобы мы могли дальше справляться поэтому вот я как бы пытался повторить тактику чтобы вообще проверить можно ли так пройти и у меня короче мне не получалось я действительно не мог пройти тактику которую он делал без обезьянных знаний и с горем пополам я действительно сам смог модернизировать но как не модернизировать у меня в итоге вообще все по-другому вышло и пройти я этому был очень рад так вот видите второй класс друид очень много урона наносит очень хорошо пробивает его это прям здорово он и пробивает тут дирижабли конечно было бы здорово если можно было бы его оставить чтобы он стоял а мы там пока дальше копили но я понимаю о том что нам надо разгоняться только разгоняться по заработку а как бы этот друид и плюс еще пять друидов которые рядом с ним они будут в общей сложности стоить больше 60 тысяч и как бы уж лучше вот эти деньги лучше я лучше бы этому продали и прокачали наши банановые фермы ну я конечно же немного оставили на прокачку поставили бы пару обезьян чтобы так в край мы до могли пройти так и вот как вы можете заметить второй класс побежден все нормально сейчас вот раунд закончится мы конечно вот выходим главное меню и заново сейчас будем продавать всех наших друидов выставлять бомбометателя кого мы там нельзя обезьяну мага как там наверное я забыл как она называется обезьяна с бумерангом вот еще ее надо бы нам поставить прокачать ее наверх так как она будет нам очень полезно действительно будет очень хороша тут также они все видят камуфляж стараюсь их ставить в радиусе этой деревне шпилькомет да вот я тоже решил его поставить на самом деле полезный очень я помню когда только начинал играть в блуз т.д. я прям помню как я такой до шпилькомет самое бесполезное вот это вот строение а еще тогда с другом играл и он не то что выборы да реально человек это такое вообще ну бесполезный бесполезный такой ну да да ведь правда и поэтому сейчас у меня кардинально все изменилось и действительно считаю что это очень крутое строение и по итогу моему все расставили прокачали немного банановые исследовательских лабораторий тут я решил вот в рот поставить деревню потому что нам даже не одна нужно от 2 и вот к счастью нам вот хватило места чтобы их все расставить просто 2 нужно для того чтобы увеличить радиус 1 деревни и тогда она сможет захватить все все наши банановые фермы когда мы будем прям очень хорошо зарабатывать так до конца мы тут все прокачиваем пока что ждем до босса еще 14 раундов здесь я уже такой подумал надо ускоряться ладно я лучше продам вот эти вот рынки но зато это вкачаю исследовательские лаборатории и быстрей тут ускорить и на самом деле я даже не знаю правильный ли мой был шаг в этом моменте как бы если бы что лучше я не знаю сколько приносит банановая исследовательская лаборатория после прокачки и как бы но я думаю что все таки если вот так вот сделать то мы бы зарабатывали все равно больше хотя кто знает что сделано то сделано уже не жалею в этот момент когда я продал все рынки я как бы уже отчаялся потому что я вижу 170 раунд до босса всего 10 раундов а я понимаю что нам надо безумно много денег потому что как я вам и говорил к этому времени я уже там много насражался и типа я знал о том что как бы просто так не победишь особенно с третьим классом что если я в первый раз был с медом взяной а сам и друидом и я смог победить здесь уже эта тактика не работал поэтому единственное что я понял это понял еще на самом деле давно вы просто я этого никак не мог реализовать потому что мне никак денег не хватало все время была нехватка денег была проблема я раз за разом начинал по новой чтобы попробовать какую-то новую тактику чтобы заработать больше здесь я кстати поставил криво банановую ферму и теперь вторую не могу поставить а могу чё это я вру офигеть смог поставить все нормально так банановая исследовательскую лабораторию сделал еще ставим семь раундов и понимаете уже всего 7 раундов до босса а я тут как бы заново только ну то есть у меня только деревня поглотила все банановые фермы я заново их расставляю и как бы мне мало того что надо накопить на банановые исследовательские лаборатории мне еще надо накопить на парагона потому что реально с третьим классом парагон может справиться или самое главное не простой а где-нибудь ну то есть уже какая-то степень у него должна быть точно не первая потому что до этого никогда один раз я смог взять этого парагона только для этого я продал все абсолютно мне пришлось продать все фермы и много очень строений из последних сил я вот его сделал первой степени и вот но это было знаете босс уже где-то половину пролетел на тот момент и парагон у нас носилом и нормально но ему не хватило времени вот этого всего поэтому я там проиграл здесь но дела немного по-другому обстоят тут у меня проблемы кстати тут я перезахожу в меню потому что понимаешь что тут проблемно и я тот момент перепутал вот с этим именно сейчас я буду добавлять нашего как это взянул двум рангом потому что как бы надо так я уже такой думаю что может помочь что может помочь типа может быть верхняя линия поможет потому что я тоже на судно как по опыту несколько раз уже использовал взянул с бумерангом по верхней линии и действительно она была очень крутая она очень помогала и вот как бы мы все исследовательские лаборатории сделали у нас 77 раунд до до появления после три раунда а чтобы сделать парагона нам надо 450 тысяч в общей сложности а у меня сейчас как вы видите только 50 тысяч и откуда я еще возьму 400 и вот здесь я уже понимал что как бы ну все ну чё это вот такое вот так здесь мог частью справляемся на самом деле было страшно я специально мага сделал до некроманта это помогает на самом деле и вот сейчас мы уже накопили 90 тысяч но 90 тысяч это тоже не 450 тысяч и как бы это очень далековато но все равно мы идем мы не останавливаемся мы уже начали мы продолжим это делать до конца так 79 раунд у нас накоплено 130 тысяч и как бы вроде бы идет нормально но вот только это да босс это реально это ужас это вот у меня сегодня столько нервов помотал еще знаете даже не нервов а он меня просто вымотал как энергетически не энергия вот все закончилось я уже думать что происходит так тут мы выходим конечно же в главное меню заново чтобы мы чуть-чуть хотя бы подумали сейчас будем продавать всех наших обезьян боевых потому что что они нам тут деревню тоже наверное продам потом потому что как-никак а наш парагонов не бафает типа вообще нету смысла здесь кстати я сделал то что мы не наверное и помогло то есть тут я поставил даже двух братькометчиков по нижней линии я это поставил не потому что я такой крутой а потому что да и все я отчаялся в этот момент тут я уже продал 4 или 5 даже бананово исследовательских лабораторий потому что это был бы понял деньги нам нужны а если я там вот так вот продам то он же только отрегенится хотя на самом деле это было бы не так критично потому что как вы можете заметить мои эти обезьяны с дротиками вообще почти не наносят ну точнее как 15 тысяч нанесли это неплохо но все равно это очень мало поэтому я наверное бы мог этого подождать один раунд 2 и потом вот бы все это сделал и как бы пришлось бы немного поменьше продать в любом случае что вышло то ушло самое классное что вот эти мои обезьяны с дротиками смогли нанести урон хоть какой-то урон да они то нанесли и это как раз таки позволило как бы сделать какую-то степень то есть не первую а там уже немного дальше ушло я вот понимаю что у нас тут совсем чуть денег не хватает продаю еще две исследовательских лаборатории понимаю что нам все еще не хватает ждем вот следующего раунда я тут уже кликаю без остановки и вот как вы можете заметить он уже очень много прошел и я уже в этот момент отчаялся на самом деле посмотрите как он мало наносил точнее как он долго наносил урон но я подумал ну все проигрыш как так ну да ладно и тут на самом деле меня удивило то как он начал быстро наносить урон и много вот вы посмотрите прям изменилось что то и он прям как будто с каждым разом все больше и больше наносил он прям эти линии мгновенно как бы уничтожал и я такой вау 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 живем живем я как это понял я такой все ставлю банановой исследовательской лаборатории мы идем дальше мы не останавливаемся нам как бы еще надо деньги нам надо еще очень много денег и в этот момент я действительно так обрадовался потому что это был мой рекорд я еще так не доходил восемьдесят пятый раунд третий класс побежал вот вы можете заметить как раз таки вот впервые его победил именно на видео то есть тогда я пытался проходить и мог пройти им первый и второй класс но дальше третьего я ни разу не уходил меня это очень удивило очень обрадовало и так следующий паракон который мне нужен это будет на варф морей конечно же и и для этого я буду ставить очень много флебустиеров и прокачивать их на нижнюю линию чтобы зарабатывать деньги как бы дополнительные нам нужны это мало того что как бы поможет для степени у наварха потому что там ведь чем больше ты вот потратишь тем лучше будет здесь я кстати нечаянно прокачал до последней степени флебустиера я хотел его поставить где-то посередине но что-то мне не вышло а так на самом деле тактик я очень много перепробовал также у меня уже я пытался и друидов посередине ставить сайте друидов посередине ставить возле бананов банановых ферм довольно таки неплохо это прикольно они тоже приносят деньги я бы не сказал не сказал что колоссальные но хоть какие-то это действительно неплохо в этом плане было так и тут я уже как бы поставил вроде по максимуму здесь еще чуть поставлю сверху и буду уже ставить флебустиеров другого типа тут еще я решил поставить деревню на низ потому что я до этого прочел что прокачка снизу добавляет начиная на что-то увеличивать заработок там вот ну короче обезьян которые приносят деньги вообще любых и такой вау полезно и как бы справа я бы тоже был поставил ну там бензимин это конья бензимина я уже продавать не буду вот только со мной прошел так и вот здесь я как раз добавляю уже необычный рынок а центральный сразу же и и это неплохо я даже считаю что это было ну хороший способ потому что это бафает моих флебустиеров и так они еще больше приносят денег ты немного не так вкачал начал посередине делать и вот как бы вы можете заметить что заработок у меня увеличился то есть я могу теперь спокойно ставить центральные рынки все намного лучше стало у меня есть куча исследовательских лабораторий у меня есть супер деревня которая стоит 222 тысячи где-то очень много флебустиеров я их специально сразу же вот так вот прокачал чтобы они начали зарабатывать урон только вот я к сожалению у пирата не использовал крюки потому что они бы тоже дополнительно урон бы нанесли тут я решил до конца прокачать банановую ферму сверху и посередине типа почему бы и нет потому что в этот ну сейчас я действительно как-то так успокоился и действительно в себя поверил потому что я понял что вау у меня сейчас деньги идут очень хорошо но действительно вы можете посмотреть у меня уже 150 тысяч накоплено до наварха марии надо 500 тысяч по моему у нас есть еще целых пять раундов и я понимал что у меня сейчас есть много таких строений которые в крайнем случае я смогу продать но как минимум сейчас наполовину я уже накопил хотя еще целых четыре раунда и как бы я за раунд заработал 100 тысяч даже больше можно так сказать я только подумал ну 500 тысяч у меня явно будет и здесь я вспомнил что для степени так же надо как бы прокачивать а я прокачивал всего по одной линии я просто начал тыкать на всех флипустеров и прокачивал их просто абсолютно рандомано главное чтобы это было он такой вот это вот мне надо это мне тоже надо и посмотрите уже 470 тысяч это очень здорово и все как бы вот на наварха мы накопили это очень классно и вот он и есть тут я уже не паузу тут я уже просто создаю потому что это уже не так сложно если вы посмотрите вот эти вот два парагона они очень хорошо наносят урон прям спокойно тут я понял что мы идем дальше мне нужен еще парагон обязательно нельзя я его буду обязательно ставить обязательно прокачивать так как деньги льются рекой у меня уже 200 тысяч есть потом почему бы и нет почему бы его таким не сделать так половину мы уже пробили хотя он пролетел очень мало если так посмотреть но здесь наверное основной урон уже наносил наварх потому что если посмотреть видите что хотя не знаю на самом деле но мне кажется что реально основной урон весь тут наварх уже наносил хотя обезьяна с дротиками тоже прям большая молодец и так благодарен она меня реально вот спасла это же самый такой дешевый парагон и вот она мне реально вот так выручила в этот момент подарила мне вторую жизнь о как заговорил то так тут я понимаю что мы ждем ну копим пускай у них пока что урон набирается тут я сразу же уже ставлю обезьяны с бумерангами чтобы они тоже свой урон накапливали потому что я вижу что у меня уже есть 500 тысяч следовательно и не только смогу купить парагона обезьян ниндзя а уже и господин оглев спокойно я тут даже нечаянно уже тыкнул и чуть ли не прокачал я аж не понял в этот момент приколом прокачал ой продал деревни потому что они были ну тут бесполезны уже они никого не апали а деньги можно было получить здесь я уже начал просто ставить обезьян с бумерангами чтобы получить потом нормальную какую-то степень то есть чтобы она была не нулевая и наносила урон какой-то до босса еще целых десять раундов а у меня уже накуплено семьсот тысяч и я понимаю что я могу продать все вот потом вот деревни банановые фермы и с этого я получу большие деньги очень большие и будет все неплохо пока я снимал кстати вот это вот видео я задумался о горячих клавишах ну вот действительно что это так полезно и здесь я уже кстати продавал не тыкая продать а бэкспейс бэкспейс очень полезно и теперь я наверное сейчас так буду использовать это реально это очень время экономит как минимум не так затрудняет и может быть вам так даже удобней будет единственное надо будет как-нибудь привыкнуть еще к прокачке потому что там написано прокачка вроде посередине это кома вроде с английского вообще как запятая надо будет потом проверить то ли это или не то так 114 раунд мы накопили почти миллион с учетом того что я как бы немаленькие деньги потратил на прокачку объем с бумерангами как бы деньги все идут и идут поэтому прям здорово лаварк то там прям вообще все забирает все забирает и это прям вообще классно на самом деле в этот момент я уже сидел больше в шоке от того что я дошел до этого раунда как так это невероятно я так этому благодарен тут я решил завязать всякие скиллы потыкать не знаю зачем но я в основном хотел на обезьян и ниндзя что-то завязать но что-то у меня так было все криво я что-то так запутался потому что я вижу уже что 119 раунд как бы пора торопиться так я их немного поставил но я обезьян ниндзя не так много ставил потому что они и урона нанесли довольно таки мало то есть у них действительно урона меньше чем у обезьян с бумерангами вот у нас и последний босс мы выходим в главное меню сейчас тут заново потому что тут у нас уже будет несколько действий нам надо немного подумать попродавать поставить что-нибудь так тут вот мы ну я сразу начал продавать все наши фирмы и деревни вот это вот все и посмотрите сколько у нас денег 1 миллион ну почти 1 миллион 900 тысяч почти 2 миллиона накоплено на элитном боссе к 120 раунду это очень здорово так прогон господина Глев 29 степени 29 степени я думаю это действительно неплохая такая тут я решил еще немного поставить таких то прокачать уже нашу вознесенную тень у нас это 800 тысяч ну я сразу же недолго думаю такой ну будем бога солнце создавать чё нам я как раз узнал о том что бог солнце он не поглощает прогонов за это прям я очень благодарен это было очень удобно так ну правда мне немного денег не хватило не знаете мне не хватило где-то 200 тысяч то есть если бы они бы еще были эти 200 тысяч то бог солнца был бы наверное еще сильнее потому что вот видите я вот этого апнул и потом сразу же пошел а я бы мог еще там использовать ну еще поставить других видов обезьян чтобы он усилился и тут 24 миллиона ну вы посмотрите уже 1 миллион мы снесли хотя он только пошел и вот и урон действительно набирается я тут тыкнул на храм солнца чуть такой смотрю ну чуть не так много действительно типа зато сто это сколько ну может из-за того что я его криво прокачал и тут я понял а вдруг тут типа колуфляж или еще что-то и поставил деревню потому что храм солнца надо еще апать это не прогоны которые все видят храму солнца надо помогать и тут я уже вы можете увидеть снес 8 миллионов 6 миллионов урона это очень здорово а как бы он преодолел еще не так много ой я только сейчас заметил что он изменился я просто пока озвучил смотрел вот это вот все и у него сзади был такой серебряный молот сейчас он уже такой золотой ммм нормально прикольно сделано я и не знал об этом ну да ладно хотя это логично типа с каждой ну с каждым классом он все будет у него и хп больше и он меняется лосс также у него не было и наверное вот этого забора я не знаю что это может быть это копья но они мне реально забор напоминают мне кажется вы все видели у каждого где-нибудь есть даже у меня у школы был забор крюки сверху на самом деле так опасно ведь вот наверное от воров но все равно мало ли у меня некоторые в школе перелазили через этот забор и даже один человек которого я знаю застрял на этом заборе и висел на вот этом вот крюку он за куртку зацепился вот тогда мы офигели от жизни это такая минутка истории так 4 миллиона хп остается у босса а вы посмотрите а он как бы ну то есть такой же уверенностью мы могли бы ему и снести миллионов 40 урона наверное потому что он бы еще шел и шел так что это прям здорово я считаю в этот раз на последнем классе это была действительно уверенная победа самое сложное было это 3 класс и вот реально дойти до него вот это все преодолеть и все он уничтожен да 126 раунд неплохо так победа лич побежден башен размещено 137 шаров пробита 75 миллионов получено денег 3 с половиной миллиона и пробитому 8000 офигеть это мой второй элитный лич и знаете он прям такой самый честный как бы считается а на этом я наверное буду заканчивать серию спасибо большое что посмотрели я надеюсь что она вам поможет чем-нибудь что это было интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока пока